Отмена Близзкон в 2021 году, массовые блокировки в World of Warcraft и новая Викаура, которая кидает людей на деньги. Об этом и многом другом буквально через минуту. Но в начале небольшая новость из Аркейдж, классического MMORPG, в котором можно не только посадить дерево и построить дом, но и ограбить караван своего сына. Недавно в игре вышло обновление Вечная Битва. С его приходом в игре появился новый класс, Стрелок, который прекрасно показывает себя на дистанции, совмещая это с колоссальным уроном по площади. К слову, его способности будут очень кстати в новой локации под названием Ифнир, ведь в ней продолжат развиваться сюжетные события игры. Пользователям же, которым обновления классов и сюжета недостаточно, стоит обратить внимание на новый игровой режим на Даскшире. Это мировое поле боя до 17 июня превратится в Королевскую Битву. Не поскупились разработчики и на расширение числа наград в событии главный герой. Кутем выполнения легких заданий, вы теперь можете получить не только одноименный титул, но и довольно стильный глайдер. Кроме всего этого, были расширены возможности экипировки. Теперь ее можно дополнительно улучшать, вот только без посещения Ифнира сделать этого не выйдет. В общем, если вы ждали повода вернуться в Аркейдж или впервые с ним ознакомиться, вы можете это сделать по ссылке в описании. Кстати, специальные бонусы по ней тоже присутствуют. Удачи! Близзкон 2020 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 только на поздних этапах Burning Crusade. Подобная новость вызвала довольно противоречивую реакцию не только у сообщества, но и у меня. С одной стороны, ее отсутствие это хороший способ прочувствовать всю боль от предстоящего дополнения, когда вы летите на своем прекрасном 280% верховом животном до Шатрата, а затем допираетесь из Аргримара до Танариса, где нужно пробежать через всю пустыню, чтобы пролететь несколько минут на драконе, дабы еще немного пробежать по пещере, чтобы зайти в подземелье. С другой стороны, во время выполнения всех перечисленных ранее действий, можно легко забыть, зачем вы вообще все это делаете. Лично меня терзают очень противоречивые эмоции. С одной стороны, мне хочется, чтобы новые пользователи познали, каково было мне в 2007-м. С другой стороны, я категорически не хочу пробегать этот маршрут вновь, особенно после того, как я познакомился с Zephyr. Так что я не буду высказывать свое мнение и предоставлю такую возможность вам. Комментарии открыты, пишите. Правда, вы не напишите, но сказать я об этом был должен. До выхода Burning Crusade Classic остались считанные дни, разработчики начали активную рекламную кампанию. Одной из ее составных частей является выпуск ролика на своем канале с довольно интересным содержанием. Дело в том, что они предложили одному никому неизвестному исполнителю спеть песню про игру. Обставили это все в средневековом антураже, наполнили съемочную площадку разработчиками и известными личностями, вроде Рона Перлмана. А затем присыпали все это дешевыми спецэффектами и подали сообществу. Англоязычное сообщество испытало французские чувства, так называемые «ля кринж». Русское же сообщество в очередной раз осталось недовольным отсутствием перевода на наш родной язык. Более того, в этот раз даже субтитры не завезли. Казалось бы, самое время начать негодовать, но Blizzard не были бы Blizzard, если бы не допустили более интересную ошибку. Дело в том, что на стадии монтажа в ролик закралась ошибка и вместо песни получилась песня. Пруфов, к сожалению, не будет, потому что я не сделал скриншот и сделать у меня его не выйдет, ведь Blizzard удалили ролик со своего канала. Мне кажется, что самое время начать протестовать, ведь нас обделили втройне. Вначале Blizzard залили ролик на английском на русский канал, затем допустили ошибку в тексте, а после этого так и вообще удалили видео, и теперь мы вынуждены идти на англоязычный канал World of Warcraft, чтобы его посмотреть, вместо того, чтобы продвигать своими просмотрами этот шедевр в нашем сегменте. Ужас какой-то. Ладно, давайте поговорим абсолютно серьезно. Есть и хорошие новости в сегодняшнем видео, правда, связанные они не с Blizzard, а с моим Discord, про который я вам рассказываю уже несколько видео подряд. Дело в том, что я в последнее время стараюсь немного развить свое сообщество, а то оно какое-то очень вялое и сводится по большей части к просмотрам моих роликов. Поэтому я начал устраивать розыгрыши в своем Discord. Вот, к примеру, 19 июня будет разыграно 3 подписки для World of Warcraft по 2 месяца. Правило для участников – добавиться в мой Discord и нажать на смайлик под сообщением в профильном разделе. Кроме этого, я решил и сам канал немного оживить, поэтому теперь в нем ведется активная спекулятивная торговля, где собираются группы для полей боя, а также ведутся наборы в гильдии. Все выглядит довольно живенько, поэтому вы тоже можете добавиться в чатике, там что-нибудь написать, на смайлик нажать. В общем, вы понимаете, о чем я. От хороших новостей про мой Discord переходим к плохим новостям из припатча Burning Crusade. Если вы плотно подсели на мои новости и не пропускаете еженедельные выпуски, то вы должны знать, что с приходом припатча у пользователей появилась возможность приобрести ранговую экипировку за очки чести и медали. Чем, собственно говоря, и начали пользоваться игроки, ведь оружие и броня находятся на уровне храма Анкиража, а это предпоследний рейд в классик на минуточку. Вот только разработчикам предоставили исчерпывающее доказательство, что очки чести очень сильно завышены, и они их порезали ровно в 10 раз. После этого адекватная часть сообщества ткнула Blizzard носом в их собственную ошибку и доказала им, что они, в общем-то, неадекватны, потому что они берут за пример игровой процесс рыцарям смерти из Гнева Короля Лича, и на основе таких доказательств вносят изменения в клиент Burning Crusade. Признать свою ошибку Blizzard, безусловно, не смогли, но зато увеличили количество начисляемой чести в два раза, параллельно написав простыню про то, как они ценят сообщество. Все бы ничего, но это была преамбула, сейчас держитесь, иначе улетите на пердячной тяге на Марс, раньше Илона Маска. В тот период времени, когда очки чести были зарезаны в 10 раз, появился хороший способ их быстро зарабатывать, и при этом не тратить сил. Заключался он в том, что заранее сформированная группа заходила на поле боя и просто ничего не делала, по-быстрому проигрывая бой. Разница по очкам чести и медалям в час была настолько мизерная, что подавляющее большинство игроков, разумеется, начала этим заниматься. Казалось бы, это игровой процесс, и каждый делает, что хочет. Однако Blizzard не могли допустить такого отношения к PvP-составляющей, поэтому они раздали всем участникам подобных событий блокировки сроком на 24 часа. Тем же, у кого уже были привлечения за различные нарушения, выдали блокировки на полгода или вообще перманентно отлучили от World of Warcraft. Вы думаете, я шучу? Нет, я абсолютно серьезно. Blizzard сами накосячили, спровоцировав сообщество, потом нагло вмешались в игровой процесс, что противоречит любым правилам игры, и после этого заблокировали всех за игровую механику. Как говорится, выводы делайте сами. Не менее грустные новости появились в интернете и 27 мая. Дело в том, что в этот день стало известно о кончине одного из самых популярных разработчиков модификации к World of Warcraft. Если быть точнее, Сильванара. Именно ему принадлежит создание таких популярных аддонов, как Prat и WoW Instant Messenger. За все время существования его модификации собрали больше 50 миллионов скачиваний, что по меркам нашей вселенной огромная цифра. Также он активно принимал участие в работе над другими проектами, а в некоторых занимал ведущую роль. Вот и добрались мы до новости про массовые блокировки пользователей в World of Warcraft. Как вы вероятнее всего знаете, запуск нового дополнения к классической версии игры состоится уже через пару дней. В общем-то, я об этом упоминаю почти в каждой новости. Так вот, Blizzard решили, что самое время выдать отличные показатели по онлайну пользователей, и поэтому начали блокировать всех подряд. Про блокировки за поля боя вы уже слышали, но в этот раз ситуация интереснее. Во второй, гораздо более массовой волне блокировок пострадали пользователи, которые использовали различные модификации на смену внешнего вида персонажа. Также волной задело любителей поиграть с помощью контроллеров в классический Warcraft. Кстати, играть с его помощью можно только в темные земли, а вот на более древнюю версию игры такую функцию не добавили, поэтому нужна модификация. Задело также и мультибоксеров, причем именно с ними ситуация очень странная. Выяснилось, что разработчики действительно не имеют никаких алгоритмов для выявления этой категории пользователей, поэтому огромное количество учетных записей было заблокировано на основании единичных жалоб со стороны игроков. При этом в некоторых случаях никакой мультибокс не использовался, а просто один из игроков отошел за чаем и прикрепил своего персонажа к члену группы. В общем, точное количество заблокированных игроков нигде не опубликовано. На реддит и официальных форумах стоит огромный вой, потому что отлетели люди, которые вообще никак не причастны к злоупотреблению игровым процессом. Среди тех, кто жалуется на происходящее, есть игроки, которые оплатили учетную запись буквально несколько дней назад, впервые за пару лет. Поэтому можно спокойно говорить о том, что Blizzard просто влепили блокировки всем подряд. Если вы вдруг пострадали от их действий, обратитесь в техническую поддержку. Если вы на самом деле никак не нарушали правила игрового процесса, то вас разблокируют. Во всяком случае, об этом сейчас пишут игроки. Однако прецедент, как вы понимаете, все равно довольно интересный. Раньше под волну блокировок невиновные попадали гораздо реже. И в гораздо меньших количествах. Помните бесячую механику в World of Warcraft Classic, которая ограничивала количество рецептов, которые можно приобрести у торговца? Так вот, ее убрали. В Burning Crusade Classic она будет отсутствовать, а значит редкие рецепты, вроде трансмутации изначальной мощи, смогут приобрести все игроки, и у вас не будет необходимости ожидать их появления в течение нескольких часов после приобретения другими пользователями. Как вы, вероятнее всего, понимаете, это очень сильно повлияет на стоимость многих реагентов первые недели после запуска дополнения. С моей точки зрения, это скорее хорошо, чем плохо. Во всяком случае, это так выглядит. Как же это будет на самом деле, узнаем через пару дней. На этом я заканчиваю видео. Если оно вам понравилось или было полезно, обязательно поставьте ему лайк, а также поделитесь своими впечатлениями в комментариях. Кроме этого, не стесняйтесь нажимать на подписку, ведь она действительно сильно мотивирует меня к скорейшему выпуску нового контента. Заранее спасибо и до очень скорой встречи. До встречи.